Приветствую всех вас на моем канале. Вот эти вот странные лампы, которые достались мне в результате одного из походов, я поначалу принял за диоды электроламповые, потому что они создают из металлического цилиндра, внутри которого находится вот там стержень. Правда, нет подогреваемого катода. И пытаясь определить их принадлежность, конечно, без маркировки это сделать трудно. Спасибо моим уважаемым зрителям. Кое-кто мне подсказал, некоторые мне подсказали, что это не диод, а стабилитрон. Стабилитрон на 75-155 вольт, возможно, потому как маркировки нет, и определить это трудно. Называется он SG-1S или SG-4S. По внешнему виду я поискал аналогии, да, действительно, вот так вот выглядят газонаполненные стабилитроны. А вот какой газ в них, это уже другой вопрос. Дело в том, что газ может быть и неон в стабилитронах, как вот в таких вот неоночках, они тоже могут играть роль стабилитрона. Да и разброс стабилизированных напряжений в этих стабилитронах весьма велик. Хотя они являются, судя по описаниям, прецизионными. Вот сегодня, пытаясь запустить их от розетки, я это сделать пока что не смог. То есть, очевидно, напряжение стабилизации, или может что-то я делаю не так. Вот, или напряжение там повыше. Но зато я их запустил от своего самодельного высокочастотного высоковольтного генератора. И хочу вам показать светоэффекты, которые в нем происходят. Заодно я как раз выяснял, какой же там находится газ. То есть, вот все неоночки, они светят оранжевым светом, потому что в них газ неон. А вот эти вот светятся. Давайте включу и посмотрим, как же они светятся чудесно. Вот они начинают светиться вот так вот, вот таким вот сиреневым пламенем. Я такое пламя уже наблюдал в катушке Тесла, которую сыну своему, то есть, моему сыну подарил дядя. Вот, вот смотрите, вот так вот очень красиво светится. Давайте попробую вот так вот приблизиться. В темноте это было бы, наверное, еще шикарней. Ой, пардон. Вот, ну вот такое вот фиолетовое свечение. То есть, это говорит о том, что там неоном, как бы я сказал, и не пахнет. Ну, в довершение ко всему, ну не в довершение, я вам сейчас покажу эффект. Неоновая лампочка при высокочастотном разряде даже через стекло начинает ощущать на себе воздействие. И вот там внизу сейчас, внизу вот так вот, горит неоновая лампочка. Вот так вот, да. Вот она горит как раз оранжевым светом, в отличие от вот этих вот ламп, которые горят сиреневым светом. Больше похоже, конечно, на дугу электрическую. Но все-таки это не дуга, это все-таки лампы тлеющего разряда. Давайте вот заглянем внутрь, попробуем, по крайней мере, заглянуть внутрь. И увидеть, как оно там светится. Вот возле моей ладони очень хорошо светится. И вот как свеча смотрится, острие вот этого вот штыря, который там торчит, вот, смотрится именно как свечка. Вот, я думаю, хорошо видно. Вот, и весь там штырь внутри. Весь в таком... Ну, вот, на камеру почему-то он белого свечения, а так вот глазами я вижу, что это сиреневое свечение. Возможно, там смесь водорода и еще какого-нибудь газа. Точнее, я пока сказать не могу. Точнее, я не выяснил. Но если мне что-то удастся разузнать, я, конечно же, с вами поделюсь. А возможно, и вы, мне, уважаемые зрители, как раз и подскажете, как дальше поступать с вот этими вот стабилитронами. Потому как я хотел сделать на них маяк, но маяк у меня пока что не получился. Хотя, вот, с газоразрядными лампочками у меня всегда это выходило очень даже лихо. Ну, а на этом все. Пока чудесное зрелище я вам показал. До следующих встреч.